Привет-привет! Я Света. Сегодня у нас небольшой обзор суккулентов. Поехали! Это хеверия Мадиба. Хочу показать вам ее рюшечки на листиках. Рюшечки – это что-то. Смотрите, какая прелесть. Единственное, мне кажется, что после пересадки она немного потеряла окраску. Она была такая поярче. Сейчас какая-то бледная стала. Эта хеверия Купид. Она у меня еще маленькая. Я выращиваю буквально с нуля. Одна из моих Купидов есть еще. Это покрупнее всех. Есть еще, так скажем, от другого поставщика. Хочу потом их обе сравнить, посмотреть, может быть, они отличаются. Так, это эхеверия Блю Бёрд. Я ей недавно сносила голову. Но она уже вроде бы как укоренилась. Но пока она такая себе. В моих условиях она такая вот, ну как, не то что вытягивается, а достаточно высокая. Растет плотненько, но высоко. И нижние листья загибают вниз, что мне не очень нравится. И размер розетки у меня не увеличился. Поэтому я приняла решение срезать ей голову и попробовать ее заново укоренить. Посмотрим, как она будет расти по новой. Так, эта красотка называется Эхеверия Неон Брейкерс. Она вот в определенных условиях действительно такая неоновая. Не знаю, покажет ли сейчас эта камера. В общем, она как светится, как будто изнутри. Постоянно их кручу-верчу. Ее я... Вот она у меня уже почти год скоро будет. Я их приобретала. Практически все мои суккуленты приобретались где-то с начала лета, наверное, прошлого года. Ну вот, сколько ей стало. Но она уже была такая, как бы не маленькая. Вот. И хочу сказать, что вот ее я ни разу еще не переукореняла. Она растет очень плотно. Вот. Отсушивает до листики надо поубирать, кстати. Так. А это красотка Дэби. Она у нас, по-моему, сидеверия или пахиверия. Ну, не важно. В общем, Дэби. Дэби. Вот у нее такой красивый розовый налет и такой довольно плотный лист. Она хоть и распространенная, и простая, и очень легкая в укоренении, вообще с листика отлично дает деток, но она красивая. Для меня она очень нравится. Вот. Ее хочется иметь в своей коллекции. Следующая куколка, это у нас эхиверия Рейндрокс. Она так называется, потому что у нее вот эти милые капельки на листиках. Вот. Но сейчас они не на всех листиках, эти капельки, потому что я ее сносила ей голову. Сейчас она вот мне понравилась. Знаете, что она раньше такая распластанная была, лепешкой росла. А сейчас она такая подсобралась. И такая прям хорошенькая. Ну, вот новых капелек пока нет, к сожалению. Так. Следующая безымянная. Не знаю, что это. Хиверия, Пахиверия, Сидиверия или что-то из этой оперы. В общем, вот такая. Кто вдруг признал, пишите. Очень бы хотелось знать ее название. Так. Это Black Knight. Черный рыцарь. Она у меня вот начала прямо повально отсушивать вот так листья. Я не знаю, что это. Нормальный процесс или нет, но мне кажется, что не очень нормальный. Хотя серединка у нее отличная. Вот старые листья вот такие. Рядом голова уже укорененная, уже дала корешки, но пока еще себя не очень чувствует. Вот. Хиверия жемчужина Нюрнберга. Так. Ее так показать. Жемчужина Нюрнберга. Она имеет тоже такой сиреневый оттенок. Рядом моя любимая Хиверия. Я просто ее обожаю. Я называю ее пироженкой. Это просто что-то. Воздушный пудинг. Это Эхиверия Криспейт Бьюти. Эхиверия Криспейт Бьюти. Вот такая рюшастая, симпатичная красотка. Обожаю ее. Просто прелесть. Здесь тоже очень симпатичная Эхиверия. Она мне тоже очень нравится. Чихой Ахуэнсис. Вот такая красота. И вот такие розовые рогаточки. Так. Вот это предположительно Графта Петалом Белом. Посмотрим, когда она зацветет. У нее должен быть очень красивый цветок, который ни с чем не перепутаешь. Поэтому, если это он, то это он. Так. Эта красотка называется Raspberry Eyes. Она, по идее, должна сворачиваться клубочком и розоветь. Но я ее, видимо, хорошо пою. Ну, пока они у меня все растут, я их хорошо. Да, я их практически не просушиваю. Они у меня хорошо питаются. Поэтому она вот так вот, что мне уже начинать не очень нравится. Наверное, все-таки поменьше ей надо воды давать. Она вот листики, так же, как и Эхиверия Bluebird опускает вот так вниз. Вот это мне не очень нравится. Так. Дальше. Это, по идее, лилоцина Марбл. Но что-то я не знаю, Марбл это или просто лилоцина. В общем, выращиваю из листа. Не знаю, может быть из листика лилоцина Марбл получится обычная лилоцина. Кто специалист? Подскажите. Вот. Я не могу понять, что у меня обычной лилоцины нету. Не знаю, как сравнить с чем. Так. Здесь у меня красотка Лао. Она вот такой. Доставать, наверное, не буду, да? Тут все плотненько. Имеет такой розовый оттенок. Очень-очень-очень плотный налет. Как видно, я стараюсь ее не трогать. Но не всегда это получается. Видно, да, следы? Вот такая вот она у меня розовенькая. Так. Здесь эхиверия тирамису. Детка еще. Кстати, у меня есть еще одна детка. Она у меня сейчас на продаже. Покажу, как она выглядит. Так. Вот эта вторая детка. Мне даже кажется, что вот эта даже выглядит получше, чем которую вот сюда я посадила. Та, которая в более меньшем объеме. Мне кажется, развивается лучше и как-то выглядит даже получше, чем вот эта. Я уже даже пожалела, что посадила сразу большой объем. Вот. Дальше. Эхиверия рубидона. Так. Ее так достать. Вот такая рубидона. Мне нравится, как она растет. Не быстро. Но у нее такие плотные круглые листики. Хотя я смотрела во взрослом состоянии. Такие у нее должны быть более плоские. А у нее такие пухленькие пока. Вот мне такие нравятся. Пухленькие. Я люблю все пухленькое. Так. Дальше. Смотрим. Вот эта красота. Это эхиверия мока. Ее еще моча называют. Или моха. Вот. Тоже срубала голову. Потому что она имеет свойство отращивать ногу. Вот. Но сейчас она вот такая у меня красотка. Прям вот она мне очень начала нравиться. Прелесть. Так. Давай. Мой енот. Блэк ракун. Так. Как бы его так тоже вытащить, чтобы никого тут не убить. Так. Блэк ракун. Он мне тут выдал сюрприз. Я правда не знаю. Сейчас ее поставлю и попробую сфокусировать на сюрпризе камеру. Сюрприз. Вот там. Видно, да? Между листиками похоже лезет цветонос. Вот. Очень интересно посмотреть, как она цветет. Прям очень интересно, какого цвета у нее цветок. Такая красотулька. Так. Здесь у меня эхиверия спайси. Ну, она тоже не такая спайси, как должна быть спайси. Она у меня такая зеленоватая. Ну, она плотная. Но я все равно ее поливаю. Но я вместе все поливаю и ее поливаю. Хотя она могла бы спокойно еще, наверное, неделю быть не политой. Вот. Ну, пока растут пусть. Потом, когда они достигнут определенного размера, уже можно будет их и на голодном байке держать. Рядом по эхиверии был мист. Головой туман или синий туман. Вот такая вот. Где-то недавно я ее приобрела. Она еще небольшая. Но она, мне кажется, она у меня немного в цвете поменяла. Стала темнее. Возможно, но это не точно. Так. Здесь эхиверия. Так. Как тебя? Ну, как же тебя можно забыть, как ты называешься? Вампир. Эхиверия вампир. Есть два вампира. Вот это я подпишу, как полностью называется этот вампир. И попозже покажу еще одного. У меня наконец-то он появился. Ну, точнее, он у меня уже был. Рос из листика. И наконец-то я могу сказать, что я уже отсадила. Полноценную, так скажем, детку. Вот. А это вампир вот такой. Вот. Не знаю, удачное время выбрала для съемок, конечно, или неудачное. Потому что глазом я вижу прекрасно. А вот камера, мне кажется, не очень как-то их снимает. От нее у меня тоже есть маленькие детки. Вот такие красавчики. Две вот таких малышки растут у меня. Наверное, ближе к лету будут уже готовы к продаже. Такая малявочная красота. Грабтоверия. 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 Миссис Ричардс. Господи, сколько этих всяких грабтоверий, пахеверий, сидеверий. Фиг запомнишь. Так. Ну, вот это вроде грабтоверия. Миссис Ричардс. Вот такая. Так, по-моему, у нее еще никаких детей нету. Хотя, по идее, она должна такая кустовая быть. Вот. А вот такая. Что у меня тут еще из таких, из розеточных, ахеверий. Так. Ну, давайте покажу все-таки иониум. Он у меня один, поэтому давайте его к этой же. Вот такой иониум. Лилипед. У него сейчас, по-моему, четыре даже уже головы. Ну-ка, где там еще одна есть? Нет? Ну-ка, достать его. Вот тут, по-моему, одна голова. Раз. Сверху вот две. Два. Три. И вот четыре. Нифига не видно, да? Вот. Всю зиму стоял зеленым, хотя солнце такое приличное было. И сейчас начал, я вот смотрю потихоньку, снова приобретать, как вот там летом была краска и такой прям рыжий. Немного сейчас начал вот так рыжить. Так. Тут мой, так скажем, детский сад. Это вот листики, которые, я самые первые суккуленты, которые заказала, это были вот эти листики. И вот им почти год уже. Ну, многих я отсюда уже отсадила. Ну, не многих некоторых, несколько штук. Вот. И остались вот такие. Ну, уже можно хотя бы визуально уже определить эти растения. Вот это, допустим, красота. Это Red Velvet. Уже в принципе, в принципе, да, уже можно ее отсаживать. Ну, они вот здесь хорошо растут в этом корыце. Поэтому пусть растут. Вот там, малявка, это тоже вампир. Так. Вот это Talimonensis. И Talimonensis, вот этот, который побольше детков, в принципе, тоже уже можно отсадить. Но их там много, поэтому пусть пока сидят. Вот это безобразие вообще не растет толком. Это Pig Nose. Мне кажется, она там закрестатилась. В общем, недоразумение. Так. Вот это под номером один я забыла, как называется. По-моему, Tinkerbell, что ли, что-то такое. Вот эту красоту я тоже не помню, как называется. Все из листика. Вот. И, по-моему, Linofil. Вот они два штуки. Справа, который порозовее, вот такой вот побольше, порозовее. И вот слева рядом с ним малявка. Я недавно сюда его подсадила. Он в другом месте рос. Но вот очевидно, что в этом корыце им больше нравится. Поэтому пока я их отсюда не отсаживаю, будут здесь у меня наращивать массу. Так. Что мы еще посмотрим? Заново восстанавливаемая розетка Echveri Purpuzorum. Это вот все, что у меня от нее осталось. Ну, бывают ошибки. Ошибки. Чуть-чуть загнила у меня верхушка, которую я срезала. Вот все, что я от нее успела спасти. Это вот это. Но там на стволе у меня куча деток. Поэтому само растение это у меня не пропадет. Так. Что еще хочу вам показать? Так. Вот второй купит, который мне приходил с корейскими листиками. От корейских Echveri. Вот. Может быть, он тоже кореец. И, может быть, он будет как-то по-другому выглядеть. Поэтому я хочу сравнить потом их, когда они подрастут оба. И посмотреть, будет ли отличие или нет. Так. Это очень медленно растет. Не знаю. Может, тоже слишком большой объем дала, конечно. Сам-то горшочек небольшой. Вот. Может, надо было тоже в маленький стаканчик посадить этот Trumpet Pinky. Ой, такие милые. У него носики такие. Прям трубочки такие хорошие. Медленно растет, к сожалению. Правда, цвет красивый. Вот прям такой, действительно такой прям розовый-розовый. И вот эти трубочки милые. Почему так медленно растет? Хотелось бы побыстрее. Тоже простое растение. Наверняка есть у многих. Вот. Но очень симпатично. Очень экзотически выглядит. Я бы сказала. Так. Вот это тоже из тех же листиков, которые приходили. Корейские суккуленты. Это Hiveria Silhouette. Вот уже, смотрите, да? Вот. Или вот та мелочь. Или вот эта вот. То есть, по-разному. Эти вот уже такие большие довольно-таки. Вот. Это тоже она же. Hiveria Silhouette. Но тут две головы. Они были, не отделялись друг от друга. Поэтому посадила сразу две. Ну, какое-то из этих растений оставлю себе. Второе будет пристраиваться. Потому что места у меня на дублик, к сожалению, нет. Вот. Вот это Кук Спрайт. Hiveria. Она у меня была такой красивой. Я ее покупала за 600 рублей. Как сейчас помню голову такую красивую. Потом я ее потеряла, эту голову. Вот. Это у нее. Что? Она закрестатилась, мне кажется. Или это три. Или даже больше голов растет. Непонятно, короче, пока. Жду, когда они вырастут, чтобы посмотреть. Это вот у меня уже детка. Чихуахуэнсис. Которая до этого показывала. Что-то никто не берет ее. Такая красота. Такая крупненькая, уже хорошая. Так. А вот. Вот. Хочу показать. Вот это. Второй вампир. Вообще, у него название вот такое. The Star. Ну, как я прочитала, что он еще называется. Я подпишу, какие у него еще есть названия. Вот. Одно из них. И тоже там какой-то вампир. Так что у меня вот два вампира. Разных. А вот. Это он же. Только он какой-то странный. У него нет. А уже есть, по-моему. Вот тут что-то. Мантик у него поставим. Не было точки роста, когда я отделяла их друг от друга. От листика. А тут вот что-то уже начало расти. Отлично. Он нашел себе новую точку роста. Тут какой-то лист, смотрите, какой-то мутировавший. Вот. Вот этот с корнями. Детка. Вот это с корнями. Та еще нет. То есть эту пришлось отрезать. Она без корешков. Но какой-то из них укоренится. Я очень рада, что точка роста появилась. Так. Ну, еще покажу, наверное, напоследок. Рассадник. Детский сад. Подробно показать не буду. Просто вот так вот. Обзор, да. Что они есть. Вот. Кстати, тут вот. Купит такой тоже симпатичный. Вот в маленьком стаканчике. Мне кажется, вот все-таки, что растет лучше. Так. Где тебе показать-то, господи. Давай фокус. Вот. Чем он в том большом. Этот выглядит гораздо симпатичнее. Тоже стоит на продаже. Тоже почему-то его никто не забирает. Хотя у него вот такие вот милые уже пятачки образовываются. Причем берут более некрасивые растения. Ну, на мой вкус. Вот. Но до этого почему-то обходят стороной. По мне это очень симпатичное создание. Ну, все. На этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. И встретимся в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...